Всем привет, кто смотрит в записи. Особый респект тем, кто сейчас смотрит онлайн, помогал настраиваться. Сегодня у нас 9 сентября 2015 года, и это очередной стрим слота спокера. Сегодня с вебкой, так что вы можете увидеть то, как я реагирую на то, что происходит за столами. Играть сейчас будем решать что. В разных чатах вы на Goodgame и на Твиче, поэтому мне не создать, наверное, голосовалку и там, и там. Поэтому лучше напишите в чат, что вы хотите, чтобы я играл. Напоминаю, сегодня уже седьмой стрим, если мне не изменяет память. С лотоспокера я играл в снэппокер, амаху. И сегодня на самом деле я готов сыграть все, что угодно. Может быть это будет и push and fold, или турнир, или sit and go. В принципе, что хотите, то и выбирайте. Можем даже start поиграть. Или же можем по стандарту поиграть снэппы. Два стола снэпп, один стол амаха, скажем. Или два стола амашку. Или три стола амашку. Так, ну пока я закончу настройку и запилю вам небольшую, как обычно, рекламку. Лотоспокер является спонсором дальнего стрима, поэтому пару минут послушайте о том, что этот рум из себя представляет. Рум сети и три восьмерки. Соответственно, рейкбэк там получить тяжело, но можно получить хорошее предложение от покеров или от Ace High. Есть ряд тренеров, тренировку с которыми можно получить. Групповую, либо индивидуальную, если вы играете, набиваете там какое-то количество очков. Вот на этой страничке, в принципе, на покерове можно найти, сколько надо очков набрать. Набьете, будете, получите тренировку. На последних групповых тренировках было человек пять, по-моему. Поэтому, в принципе, предложение достаточно интересное, подход будет индивидуальный. Если вы сейчас этой акции не знакомы, то обратите на нее внимание. Так, реклама все. Лайк поставьте обязательно, где бы вы ни смотрели. На канал подпишитесь. Пока голосуйте. Hold'em, hold'em, NL. Snap, hold'em. Топка, ламашку. Ну, да, то есть, короче, по ходу играть я буду то же самое. Стабильность. Snap покер и, возможно, один стол ламаху. Сейчас посмотрим, что тут у нас происходит. Нет, 34 входа. Snap по 200. И... Повыру давай голосовал. Мне вам даже не скинуть ее будет. У меня чат-то только выводит то, что вы пишете. Мне надо сейчас еще на... ...Jipsy Team опубликовать. Стрим, что стрим пошел. Кто на Jipsy, тоже лайк ставь. ...143 как-то несерьезно. Так. Еще немножко настраивать. Jipsy Team опубликовал. Чат я так и не победил. Поэтому сейчас как-то... Оп, 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 оп. Как-нибудь так его разместим. Ок. Ок, ок. Snap, snap, snap. Хуй с НГ. Ну, можно и хуй с НГ, на самом деле. Наверное, какие-нибудь не очень дорогие только. Ну... Можно, конечно, и дорогие. 4100 банкров. Наверное, хватит на какие-то. Ну, посмотрим по экшену. Просто... Хуй с НГ, если... ...они будут периодически открываться. Ну, давайте попробуем. Может быть, добавим... ...какой-нибудь хуй с НГ. И попробуем его тоже поиграть. Че, поехали. Напоминаю, что хат не будет работать. В... ...снэпе. Как обычно, я буду отвечать на вопросы ваши, которые у вас возникли по ходу. И, соответственно... И, соответственно, на вопросы какие-то общие после стрима. Можно погромче. Ну, я постараюсь говорить погромче. В принципе, вы можете сделать меня погромче в колонках. В колонках своих. Будет ли еще разбор победителей марафонов на Ахай? Да, будет. Просто последние два месяца победил один и тот же человек, и он попросил провести с ним индивидуальную тренировку. Соответственно, я эту тренировку с ним проведу и запишу ее. И выложу. То есть, в ближайшее время появится тренировка, которая... ...по-моему, для него я недавно проведу тренировку. Погнали. У меня очень хороший флоп против котов. Я тут далеко-далеко-далеко позади. Нет смысла продолжать чек-флоп. Так, давайте еще что-нибудь откроем. Так. Сит-н-го. Сит-н-го, сит-н-го. Супер-турбо? Хадзап Супер-турбо. Ну, давайте по полташке перейдем. Регистр. Окей. Охо. Да, карты сдают что-то не особо шустро. Не могу сказать, что большой специалист по хвостинга. Вряд ли, наверное, вообще специалист. Ну, думаю, что достаточно компетентно, в принципе, смогу тут отыграть. Уж по 50 долларов точно, особенно, когда такая борода. Блин, вот парень сидел, ждал. И, ну, как бы, действия не очень логичные. То есть, говорит об уровне что-то... А это говорит об уровне поля, который... В принципе... То есть, конечно, может быть, это было что-то там... Серьезное. Двойка не лучшая карта в том смысле, что... Все шелдаун-вели, которые были у оппонента, скорее всего, он здесь не сбросит. И так как стэк короткий, думаю, что тут лучше брать бесплатную карту. И, скорее всего, тут сдаваться. Преимущество чека в том, что если оппонент иногда не будет блефовать... Скажем, с какими-нибудь 7-10, то я выиграю. Оп! Я, честно, не видел его карты. Но это как раз говорит о том, что... А той руки, которую вы выбираете для превращения... Ну, для блефа на ривель. То есть, если ваша рука хотя бы что-то бьет иногда, то нужно подумать дважды, прежде чем с ней блефовать. Потому что вы на какую-то часть банка все равно рассчитываете. Тут, походу, пеханина начинается уже, как я понимаю. Соответственно... Надо лимпить. Насколько я знаю... Я думаю, что буду бетать на ривель. Буду бетать на ривель. С королями тут супер-супер стандарт. А еще с Толей Камаху... У меня плохие предчувствия по поводу того, буду ли я успевать. Деньги-деньги-деньги-деньги-деньги-деньги-деньги-деньги-деньги. Нет, деньги. Но... ЕВ. Ну, тут, походу, надо пихать. ФЕ какой-то есть, наверное. ФЕ. Здесь просто нормально. Ну, то есть, я бы не хотел, наверное, открывать стол полу, если... Мы продолжим играть... ...хуя с NG. Ну, здесь просто такой доборчик и чек-фолд. Думаю, что парень с радостью... С радостью заколит. У меня с парой пятерок... Там с какой-нибудь... Ой, с парой пятерок. Возможно, с какой-то... С какими-то туз хай... Или с четверкой. После этого прочекаем дыхание. Конечно, руки лучше определенно должны быть. Ну и поэтому я с ними сдаюсь. А-а-а... Здесь я сыграю линк пуш. А-а-а... Здесь я сыграю линк пуш. На мой взгляд... 130 фолд. Это... По хайгам. Устройка есть. 40. Понимали? Ставка. Бум, детка. А-а-а... 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 Будем ставить кольд трейс. А-а-а... А-а-а... Король 10. Думаю, что уже... 17 блайндов. Да, думаю, что надо пихать. Хотя... На самом деле, когда против вас играет слабый оппонент... Ну, хотя этот парень плох в пушфолде, точно. Поэтому, скорее всего, мне выгодно против него просто пихать нон-стоп. Просто потому, что он может там сыграть как-то очень плохо. Бум. Бум. Деньга. Да. Хульсинга не очень понравилась мне играть, если честно. А-а-а-а... А-а-а... На самом деле... Ну, это тоже та же самая... То же самое, что ты посмотрел на статы, только... Ты на них не смотрел, а ты, условно говоря, мысленно на них посмотрел. А потом ты более детально пытаешься... Ну, посмотрев на статы, пытаешься что-то понять. И в этом смысле, естественно, превращать литбойки в блеф. Нет, я думаю, что нет. Лучше на ривере бет. Если оппонент не бет. Думаю, что я нормально изображаю. Что-то изображаю. То, что оппонент не бет, но на ривере делает количество дам у меня, наверное, чуть больше. Поэтому... Надеялся выбить какую-нибудь пару, которая... Будет не очень сильной. Ну, поехали, бумажку. Лимбанк, по-моему. Согласен с тем, что чем больше процент нашего опена рейса по позициям, тем меньше должен быть его сайзинг. Ну... С точки зрения теории, наверное, да. Но по факту не обязательно. Пойдем калечить. Дорого. Рассмотрим. Дамо 4 такой, весьма пограничный опен ман. Нямо. Какее-то там лички, веселые выпадают. За мной сидит шорт, поэтому 9.7 не буду открывать. Тоже короткий, но на SB вроде как фиш, поэтому... Это тоже парень, по-моему, на фиш, поэтому чуть лузовый, пойдем под него. Пусть король отличный, просто отличный вариант для того, чтобы разыграть руку. Когда у нас есть позиция на фиша. Вау. Ну, это не тузы. То есть, это какой-то коинфлик, наверное, или я впереди. Может быть, это какой-то бред. Ну, бред, наверное, не будет делать 58. Поэтому, наверное, это бедкол. Ну и, соответственно... Я думаю, что это какие-нибудь валеты или десятки обычно, что-то типа такого. Да, либо так. Как я смотрю на стратегию... Open Raise 2.5 BB с любой позиции в 6 макс, если это плохо. Ну, я вообще не сторонник каких-то шаблонных стратегий. То есть, я считаю, что каждый раз, когда мы оказываемся за столом, мы должны смотреть вообще... Что из себя представляет вот эта вот раздача, в которой мы оказались, и... Какое EV мы можем тут отжать с кого? Ну, потенциальный фиш. Давайте вот ребэй. Здесь совсем без масти и против бот-плот, я думаю, что должен фоут. Стул, на котором сижу... Я точно не помню модель, какой-то японский вроде. Что-то в районе полутора тысяч евро я его покупал. Несколько лет назад. Хороший стул, мне нравится он. Сеточку. Здесь можно залимпиться. На мой взгляд, наша рука как бы играется... Ой, случайно нажал. Наша рука играется не так ужасно. Мультилей. Из-за валет хай, король хай мастей. Тут чек. Давайте через чек тоже собираем. Чек. Будем дважды бетт. Здесь просто кол. У парня в четверых очень большой бетт. Здесь, думаю, что наиболее вероятна рука, которая у меня будет колить. Это все-таки флаж, поэтому... Надо пытаться добрать и... То, что я чекнул behind на флопе, возможно, отмыло часть там нацевых флешей, которые могут играть бетт-плот. И это может служить оппоненту кол. Когда, на твой взгляд, он будет полностью посчитан? Не знаю. Смотря что ты понимаешь, подпрощитан. Любую программу все равно обыграть можно. Давайте тоже прорезим. Здесь просто бетт-нем. Я думаю, что... Не уверен, что оппонент будет продолжать часто с оверкарты на такой текстуре. Поэтому я выберу руки, которые чуть лучше, чем мои, и чуть хуже, чем мои. Так как самому колить бетт-оппонент на тернере не очень хочется. Планируется ли еще ревью? Ну, отвечал я уже. Да, будут обязательно ревью. Про канал я не забыл. Если вы поставите лайк, то это поможет, возможно, записать ревью быстрее. Вроде пиано-67 потенциальный фиш, соответственно. Против него очень просто играть. Бета ему, пока он пытается что-то натянуть, и если у него что-то более-менее серьезное, готовое, либо то, что имеет большое количество вариантов улучшиться, то он нас прорезит. Играю в сети-пати-покер от Ace High. Можно ли получить подписку на платного целка? Да, конечно. Все те, кто играет под партнерками iHigh и набивают один, один Карл Доллар Рейка, будут получать бесплатную подписку на месяц на платный раздел, в котором, в частности, я часто оставляю комментарии. Тут я думаю, что просто против потенциально слабого игрока просто бета, и, скорее всего, не стоит продолжать ставить. Здесь имею бэкдор и гадшот, я думаю, что я могу бетнуть. Должно сработать очень неплохо. Парень, который сыграл чек в такой ситуации, он, опять-таки, скорее всего, будет играть очень прямо, и, соответственно, получив чек-рейс, я могу просто смело сфолдить. Ну, вряд ли полбанка это... Вряд ли полбанка это восьмерка. Но я тут бы колил там с high 20, поэтому... Рейс для Вэлли. Бэд для Вэлли. Запись на ютубе, да, точно будет. Я поставил на запись сейчас гарантированно. Так, 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 так. Если получается играть 24 стола на L25 в плюс 5 блайндов, стоит ли продолжать развивать скил? Масс мультитейблинга. Ну, тут надо понимать, что... Какие у тебя приоритеты? Если у тебя приоритет как можно быстрее подниматься, это, соответственно, одна стратегия. Наверное, стоит тогда больше теории уделять. Если у тебя... Если у тебя, допустим, там тебе деньги, надо выиграть. Где шестерки? Я бы на месте побольше батл на Ривере. Если у тебя... Тебе хочется там выиграть денег и вывести их на какие-то свои нужды, то... Продолжай мультитейблить и потихонечку расти. Ты все равно будешь потихоньку расти. С АК просто кол 4 бета было бы невыгодно. Думаю, что мы можем колить 4 бета. Если ты говоришь про тот конский 4 бета, который я получил, обычный какой-нибудь там в районе мин 4 бета я бы заколил. Но так как тут такой конский, то мне кажется, что это всегда бет кол. И потенциально, если мы там можем увидеть какую-нибудь туздаму, то мне кажется, что лучше сразу ее выставить. Хотя кол я бы... Если бы... Был там мин 4 бета, от которого человек может очень часто отвалиться, я бы почти всегда заколил. С король дамы я поставил 2 трети банка. Если в такой ситуации бета, 1 треть банка. Я думаю, что если вы играете на поле очень много, то у вас, естественно, могут быть там какие-то сайзинги, которые... которые работают лучше в той или иной ситуации в зависимости от статов на оппонента. Или там тенденции, которые вы замечаете. Так как я сейчас не знаю ничего-то, я играю в вакууме то, как я считаю наиболее выгодным. Ну вот я посчитал в этой ситуации, что это выгоднее и, соответственно, сыграл 2 трети банка. Наверное, можно ставить и 1 треть тоже. Гевшик. Фиг знает откуда. Получили сквиз. Ко-ко. Это в Fatality просто моя десятка. Можно смело фолдить. Если сейчас... Но это на самом деле тоже очень-очень-очень тайковый рейндж и как бы я не думаю, что имеет смысл тут для value еще рейзить. Hello. Я был уже на флаке. Плох. На самом деле я здесь вообще сфолдженый сразу. Ну, парни крайне тайковый рейндж и... У меня нету бэкдора. С бэкдор тузом или королем колел бы, я думаю, что. Почему бы статистики? В снэпе не работает статистика. А здесь я просто ее отключил, потому что, ну, один стол статистики, какая разница. Почему любую программу можно обыграть? Ну, давай эту дискуссию оставим на конец стрима. Я думаю, что это просто тема такая, о которой можно очень много говорить. Доступ в платный раздел форума high пока еще не автоматизирован. Не. Не автоматизирован. Чтобы получить доступ, нужно мне написать. Мне одному кажется, игра в лотосе очень сильно отличается от старзов, но она слабее. А чем слабее игра, тем она пассивнее. Поэтому, естественно, на старзах ты больше видишь там всяких 4 бета и прочего. Туз-8 с СБ против слабого игрока. Поймав потерну нацифер дождро, можно было ставить небольшую ставку. Ну, да, небольшую ставку, наверное, можно было заколить, но он поставил бетпор, и поэтому что тут, куда деваться. Надо фолдить. Если бы он поставил мало, то, наверное, можно было бы и заколить. Самому ставить в этой ситуации, когда, скорее всего, по этой текстуре у оппонента что-то есть, мне не нравится. я жду, что большое количество тузов парень будет беттить в меня на черный пэппе. Будет тут добирать. На чекрейс с полу. Не ожидаю, что здесь будет часто бле. с ранних позиций, сайзинг при флоп уменьшился. Люди считают, что это наиболее выгодно, так как против них не исполняют большого количества колл. С этим и связано. А против двоих почему не стал ставить на флопе? Против двоих очень тяжело собрать три улицы вэли. То есть основная специфика мультивейбанка такая, что на флопе люди очень часто фолдят. И раз они фолдят очень часто, то скажем, первый парень, когда за ним сидит еще тело, он может сделать какой-нибудь вообще очень серьезный фолд. Чего бы мне не хотелось. Ну и с тузами защищаться не как бы меньше нужно. Соответственно, скорее всего, если бы у меня были какие-то валеты или десятки в этой ситуации, то я бы я бы я бы я бы их бетнул против двоих, потому что больше смысла имеет протект. А так в этой ситуации На втором столе с дамами ты взял тёмный чек, блин, к сожалению, уже забыл задачу, сдачу. То есть тут у меня много всяких королей и дам, с которыми я точно так же буду играть, и я думаю, что раньше я их нигде не схожу. Разрез его рейнджа печальный, но я думаю, что кол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тут баланс в этой ситуации имеет значение только если он готов с этим что-то делать. То есть если он, допустим, знает, что я никогда не буду в этой ситуации чекать на флопе туза, и он начинает меня чекрейзить, если я играю по такой линии, то да. А если он послушно фолдит или колет меня, ну не пытается лифовать, то соответственно... Продолжение следует... 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 То есть ты сидишь и, по сути, исполняешь свою стратегию, которую ты продумал. И все. Здесь тоже игра закончилась, и здесь. То есть, любые исполнения, если они являются отклонением от твоей стратегии, которую ты должен исполнить, соответственно, ты их не делаешь по причине того, что они не оптимальны в той или иной ситуации. Ужасная карта. Чекфолт, наверное, тут надо играть. Блифовать нет. Иногда я все-таки что-то выиграю. Какие статы за все время? Ну, в конце сессии покажу. Я бы сейчас сразу взял у тебя тренировку. Ну, с тренировками не так просто. Я сейчас не тренирую практически. То есть только в рамках проектов тренирую. Если в рамках проектов попадешь, то ради бога. Тут будет 3 баррел ставить. У него все дамы есть. Тут под фиша колон. Рейс. Причем большой. Не думаю, что это на самом деле часто блеф. Я склонен сфолдить вообще. Не имею какой-либо информации. Обычно это нижний стрит, поэтому просто лунка стал. Редко блеф. Почти никогда, я бы сказал. Угу. 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 Интересно. Что изменилось в покере за последние? Да, в принципе, наверное, ничего особенного не изменилось. Здесь слишком большой баррел. С другой стороны. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... 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 можешь объяснить почему так легко выкинуть изов на борде дамы валет вообще я считаю что люди по умолчанию недостаточно часто рейзят на терне особенно в позиции ну то есть люди больше склонны имея какую-то маргинальную руку заколить нежели прорейзить с ней хотя возможно иногда с некоторыми руками рейз будет более правильный стратег ну и соответственно тот спот который который на мой взгляд оставит меня в крайне неудобное положение на ривере на любом ривере я ничего не знаю про парня запись будет будет какой-нибудь заканчивался санкт-петербургский государственный каким образом можно построить плюсы у стратегии ну со временем ты катаешь понимаешь какие действия надо делать какие действия делать не надо соответственно они формируют твое плюсы у стратегии данил из спины 100 это тот парень что вырубил сам себя на стриме ну наверно там я думаю что он просто в момент когда упал со ствола он просто провод выбил и поэтому конечно он не вырубился но выглядело это комично король 9 зачем ты такую руку где полярный 3 байт рейндж включай ну потому что там фиш сидел против фиша я имею перевес против фиша вообще не важно какие руки ты играешь потому что у тебя как бы посмотри предположим ты играешь против фиша миллион раздач в ситуации когда он открывается с СБ с баттона а ты на ББ сидишь твой винрейт с каждой рукой он будет там в 3 раза в 4 раза выше чем против рега и соответственно все это выводит винрейт любой руки в плюс соответственно как бы важно просто как бы правильно подобрать частоту нет шелдаун вели отлично возможности блюфан вау вау главное вовремя кинуть дайте кинуть томатом кинуть томатом это означает пас Карл что ты делаешь ну по идее как бы у меня сейчас складет на большое количество блюфов поэтому я снова сыграл чек не уверен никого если у меня что-то сильное не стоит думаю что от двух пар он будет меня колить точно отложенный конбат на такой текстуре против котов я думаю что постоянный позади с королем с валетом я бы с частью королей и валетов колел бы что это за клиент есть возможность ввода вывода киви вау ничего себе вопрос вопрос ниже пояса так скажем сейчас гляну специальный киви есть так что лотоспокер это можешь смело депать и снимать главное снимать побольше как лучше подниматься с самых низов быстро самое главное это подниматься быстро с низов потому что низу и игра в низах она засасывает есть маза играть там очень долго протекиться практически не отчет если человек катает 200к плюс лук в месяц это же тоже прокачка скилл но определено почему практически инститис фолдил по флэшдро в споте против мсс у него же тоже спектр был очень сильный я забыл что это за раздача была где я туз даму что ли туз валяш что ли где я та ситуация когда на самом деле туз 9 я думаю что несмотря на то что у меня есть чистые ауты на победу я должен фолдить потому что у оппонента обычно нету разномастных карт и он бетает двоих соответственно тут всегда сила и яд мертвая у меня сейчас никогда не лучшая рука я не знал что это мссник то есть ну какой-то парень сидит с не очень глубоким стэком почем я знаю что это мссник он поставил очень много на флопе я подумал что если бы у него была что-то сильное то он может быть хотел бы ставить поменьше поэтому и заколил опу что у меня возможно лучшая рука и точно есть ауты изи изи кол семеркой можно было не бояться не думаю что стоит их превращать в блеер такие выводы нет только вот нифига себе такой чётенький доездик в бэкдорчик этот парень часто чекрейсит меня так мне лучше возьмем фрикарту король валет тоже тут мссник заколен от сви-грейс идет то есть это никак не блеф ну или очень часто не блеф 6-8 на каком стиле да он скил ну надо запомнить что если кидаешь томаты чаколик да думаю что дам опять стачек фол на ривне что что вот как это ты бы колел лалы а то по блин, да что вас так интересует чекрейзу на ривель, вас что так часто чекрейзит что ли, когда вы вылюбетите ну, это происходит вообще раз в тысячу лет, на самом деле вот, возьмите все ситуации допустим, за за месяц сколько таких ситуаций будет, когда у вас чекрейзит на ривель и посмотрите, что вам в них показывают в среднем во-первых, это очень редко происходит очень редко прям, 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 очень редко это во-первых, а во-вторых вам там блеф не показывают зачем пытаться там выстроить какой-то сбалансированный рейдж, вообще думать о том об этом ну, случилось так, что у вас про чекрейзили значит, как бы значит, просто фолдить и все у вас же нация в этой ситуации тоже будет то есть, в этой ситуации я не обязательно буду нацовый флеш рейзить на флоте нацовый флеш-дро блин, я думаю, что все тузы парень бы пихал на флоте так как бы, блин, как-то ужасно колли тузы парень бы нацовый флеш в этой ситуации поэтому я просто бетну для протекта если здесь, думаю, что здесь нету value в 9 high flash ну, что тут, do away просто чекаю пытаемся выиграть банк а-а-а, туз 4 ну, давайте вам для разнообразия сдадимся а то что-то вообще на флоте не выбрасываю есть, Варьки, на Kiwi сделать виртуальную визу с ней где противовыводить пробовал им фаста процента а что это Kiwi за такая система она, что, крайне решила по комиссии, или что? почему именно Kiwi? какой-то, система какая-то, какой-то галяк полностью с большой комиссией откуда у тебя деньги на Kiwi? а не карба ли это часом? мягко говоря я жду, что на флоте 5-5-4 он очень широко заколит меня поэтому bad-bad check behind oh my god ну, не настолько широко хе-хе-хе выкру находится красавчик, парень блин давненько я не играл холл с прошлого стрима но тут творится полный бескурел просто по 8 хай тащи если крендел сзади нет 0 процентов интересно блин вот здесь надо рейзить надо карл не хочется но надо блин не хочу тани саки давать он тут с таким рейнджем поганым пойдет что вообще ничего не отдаст лишнего надо его отжимать с игры но если гевшик запушит то это будет я думаю на самом деле что он даже туз король тут вообще должен кирпичами просто кирпичами потому что выделить это очень страшно очень страшно кинем кейк пошел кейк но против этого рейнджа я хорош 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 точно это точно тузы и как Блин, ну Рейндж его кола По идее не так много содержит Королей этот взоб Не могу я тут в уалетах, наверное, фолдить Да, особенно если еще чек-чек будет Как чек-чек, я очень часто хорош Да Я бы колил его пуш Так что парень сэкоманно сатэ Так, не я видел Вот это только фигню что Забивает вам все Бет-чек-бет Редко блеф Ничего не знаю, парни Полбанка Полбанка, Карл Дешево Блин, по идее Даже надо колить, наверное Считать, что какие-нибудь там Король, Хай у меня могут быть Волюбетить он должен Тут любую пару, естественно Но Пытаться диктуют Как ты строишь свои спектры Кол-кол на префлопе На что нужно обращать в первую очередь внимание В первую очередь Вы должны обращать внимание Кто за столом дно То есть против слабых игроков Чаще всего колить Заходить в игру Стремиться Там любые руки могут быть Ну и частный случай Этого всего добра Насколько часто Вы можете человека переиграть Находясь в позиции Или без позиции Ну, наверное, по росту против Ну, наверное, по росту против Я все-таки хорош Надо колить Надо колить Что за плеймани? Ну, как сказать По 200 долларов Не такие плеймани Как сказать И тебе не хворать Если для тебя это плеймани Не, я не фанат ходячих Серядчик скатился В такое Унылое говнецо На мой взгляд Но Просто мне нравится Выражение с Карлом Ти-ти-ти-ти-тим С двумя валетами Ты бы колил в пуш Наверное, сейчас Стоит картинку вставить там Ты бы колил в пуш Где Бетон По щечину дает Робину В этой ситуации Да, я бы колил в пуш В надежде на то Что он решил Снатернить Что-то превращать в блеф Его рейнж достаточно сильный Но Да там просто Не очень много Дам и королей Если там много Дам и королей То там много Какого-то Просто другого Бродвейного говна Типа туз-10 Туз-валет Туз-король Меня бьет Но туз-король Я не уверен Что он будет так Улюбесить Хотя, наверное, должен Поэтому 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 так Можно поподробнее Желательно В плазиле Рассказать Задачку с валетами Там просто рейнж Рейнж широкий Парни Рейнж Двух его колов Которые Кэпнут У него нет Там ни королей Ни тузов Возможно Туз-король Нет Содержит Какие-то пары И содержит Какие-то Руки С которыми Парень Типа Почему бы Не сходить Какой-нибудь Одномастный Туршачок Допустим Руку Типа Король-10 Будет Парень Вы любите Дважды Таким образом Причем Таким Конским Сайдингом 60 Необязательно Поэтому Думаю Что Но Конечно Пары Преобладают В этой ситуации И здесь Как бы Самая главная Засада Будет ли парень Превращать в блеф Либо все-таки Он решит Что пара Пара бьет Какой-то Мой Мой рандом Непарный Соответственно Он ее мог И Как шоу-даун Разыграть Тут Вообще Четверки Можно не открывать Если вас Очень часто Прибатят Думаю Что здесь Можно Сфолдить Мне всегда Говорят Что я Слишком Лузово Колю В этой Ситуации Карманные Пары Типа На что Ты надеялся Парень Так Шибы Для вас Я Сфолдю Расскажи Как не впадать В тиль Разбирать Игру У вас Только Одно Лекарство Понимать Что происходит Сколько Вы должны Были Выиграть В той Или Иной Ситуации Тогда Такого Понятия Титтенш Обида На то Что Мир Несправедлив Жесток К вам ГСЧ Подкручен И прочее А когда Вы понимаете Что Как бы Вы на самом Деле С точки зрения Мат-ожидания За копейки Бьетесь И Туда-сюда Эти копейки Катаются Если вам Что-то При этом Остается Еще После Рейка То Отлично То Что Вас Закатали На какой-то Боин В этой Часть Игры Если Бо Фиш Не мог Вас Обыграть Никогда То Он Бо Не Делал Депозит За Депозит Ничего Погнали В Дипах Поиграем Постоянно Запросы Поиграй Депозит Депозит Ну Ну Вот Вам Против Катова Я на самом деле Думаю Думаю Депозит 9 хайп Не лучшая Идея Собретит Просто потому Что Ренж Катова Достаточно Сильный И если Выбирать Какую руку Прочек Фолды То Наверное Это Как раз Эта рука Томат Томат Call Чик Блин Кейк Кейк Фолд Томат Это Call Томат Депозит Пойдем Летом Вообще Не было Времени Потому Что Я Тренировался В зале По вечерам То есть Я тренируюсь С другом И Он после работы Тренируется Соответственно Вариантов тренироваться В другое время Нет А Стрим Лучше всего Проводить Как раз Таким Девять Часов Поэтому Когда Тренировался Шесть Раз В неделе Шесть Семь Раз В неделю То Стрим Некогда Проводить По сути В какой-то Там Выходной Иногда Получалось А Сейчас Силовые Тренировки Начинаются И Соответственно Они Реже Будут И Так как Они Будут Реже То У меня Появляются Дни Когда Я буду Один Тренироваться Кардио Допустим Как сегодня Съездил Сделал Кардио И Соответственно Приехал Есть время Провести Стрим Какой Твой Основной Лимит Сейчас Играю 400 600 Евро Лом Редактор субтитров Продолжение следует... Просто надеемся на то, что доедем пятерочку на Ривере, хотя это не особенно нам поможет. Это ж не Амаха. Ну, что ты такое говоришь, это ж не Амаха. По slow play, по value play, такая троечка, уверенная троечка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Фархейли играл в финале хайроллеров по 10к Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что это за рейс? Субтитры подогнал «Симон» 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 Если не книги, то как быстрее всего учиться Махе? Надо смотреть видео свежее Как я грамотно, как я грамотно стек-то расположил Просто у меня нет блефа Чувак, 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 у меня нет блефа Yes! Пропопертуз, конечно, даст тебе какое-то понятие о том, какой equity в той или иной ситуации Там сейчас вроде функционал Oracle доработали, который недорогой, и ты можешь с помощью него делать какие-то симуляции Привет, я играю в плюс 2.5 Постоянно стыкаюсь с ситуацией, когда я перебесил Падает низкий бор И он миндонкает Что за ситуация делать? Ну, все по оппоненту, тут нет какой-то таблетки Коль и смотри, что он тебе показывает, делай выводы и играй соответствующие следующие руки Как бы все просто Куда лайк ставить? Везде поставь Везде, 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 везде Зайди на канал, поставь На джипсе поставь На... Если на ГГ смотришь, тоже поставь На... Где еще? На твиче Ну, подпишись на твиче, что тоже Хуже-то не будет Всегда будешь в курсе От меня респект и уважуха И плюсик к карме Может быть Тебе зато доедет что-нибудь В какой-нибудь Стрит флеш Водичку, кто не поставил, поставьте За... Еще можно успеть зарядить От сглаза Для доезда Ну, просто я попробую выбить Если с тт на флоте 8, 8, 7 Делали бы то же самое Сложно сказать Восьмерку парню явно больше Че, фол? Борг скоординировался сильно Сильно То, что у меня появился стрит-дро, это хорошо, но Это... Не дает мне фолдинг эквити Ну, король плохая карта в любом случае И... банк очень большой уже Я не вижу друг друга, который сыграет чек-фолд практически Поэтому... Чек И... Молимся Как ты относишься к мохматкам? Кто это? Просто чек И... Радуемся бесплатному шоу-дауну Наверно, одна из немногих групп, которую бы на тернеры смотрела фолд Есть какой-нибудь бэкдор Ну, такие руки Не всегда Можно рассчитывать, что парень с СБ открывается Обычно там что-то более скоординированное Корсик говорил, что НЛ 25 25-50, может сейчас 15-20 ББ делать Ну, если Корсик сказал, то... Пацан сказал, пацан показал Наверное, как бы у него есть какие-то секреты Я не думаю, что за каким-то таким колоссальным винрейтом вам стоит гнаться Если вы будете бить игру в... скажем там... 2-3 по ТББ То... Вы просто очень быстро эти лимиты проскочите И будете играть в 100 Поэтому... Играйте лучше в 100 Играйте лучше в 100 Играйте лучше в 100 Вопросы по жизни, особенно про страну давайте оставим На посту стрима Махматка женщина за бородами что-ли Ну, к бородатым женщинам вообще не особенно отношу 2 года назад дал обещание играть на плюс 4 К концу 15 Наверное, до сих пор Играю на L2 Как бы... Блин, ну как ты давал обещание? Если ты дал обещание и не выполнил его Что еще с тобой сделать? Дал обещание, что будешь играть и не выполнил Очень плохо Ужасно Крайне мало рук будут от меня колить Я думаю, что тут на самом деле Очень мало value В том, чтобы бетать Пусть король Просто потому, что у меня почти нет нейра С которым я бы мог сыграть бет Хотя, наверное Наверное, я не прав И, может быть, можно было там найти бет Короче, Алексей Кивинг Надо что-то менять в жизни Дал обещание Значит, упрись лбом, но Выполни его Как бы... Как говорит... Как бы отмазка Ты же понимаешь Она как... Есть такое выражение Отмазка, как дырка в заднице Есть у каждого Ну, по сути Как бы... Хочешь отмазываться? Отмазывайся! Это фиш Это фиш Ком Стоп, ха Сколько ты откатывал месяц, когда покер единственным источником дохода? Ну, где-то 60 тысяч рук Порядка... 100-120 часов я играл Хорошие годы Хорошие годы Могу сейчас на переотдачу с... Валет 10 Сейчас найдем... Ну, вот оно... Парень играет bad-bad check... Ну, как бы... У меня нет эйра То есть, только что в надежде, что он сыграет с туз, король, с тузами, чек, колл, потому что... Я решил валетов в лев превратить Ну, то есть, тут такой какой-то... Достаточно прохладный левелинг, на мой взгляд Я думаю, что чек в вакууме сыграет лучше И теперь... Давай... �� stuff Ка-пакет будем х отзывы Хат, умри. Почему ты не умираешь? Придется убить его. Чисто колл-вазележку. Я думаю, что я все равно должен колдить здесь. У парня не исключен, блядь. Ну и королей я тут буду фолдить. Иногда по овербетам можно какие-то выводы сделать. Но, походу, не в этой ситуации. Блядь, что происходит? Что происходит в покере? Что происходит на лотос-покере? Почему вы еще не здесь все? Сколько тебе лет? 32. Какой твой основной источник заработка на сегодня в покере? Кстати, обжи фиш, если А3СМП открыл против фиша, если вы любят или нет. Но это не фиш, там рек. Скорее, просто такой слегка подтильтовывающий. То есть, там по стеку не было понятно и по нотсен, что это фиш. То есть, против фиша, наверное, я бы искал в любят, конечно. Как играть 4-3 флеш-доски против регов фишей, тайтлов пассивных фишей? Каким сайзингом? Ну, скорее, ты можешь достаточно часто блефовать небольшим сайзингом, потому что люди склонны пугаться. Ну, и, соответственно, самому вы любите достаточно тайтлово, если у тебя вэли рука. И если оппонент в тебя ставит, скорее доверять ему. Потому что в среднем, я думаю, что люди недостаточно часто эти доски блефуют. Ребята, я парня сам покалечу. Спасибо, вы мне в поте не нужны. Ты же с Питера смотрел ли сериал «Бандийский Петербург»? Смотри, я. Меня тут отец смотрел этот сериал, когда я был в школе. Слушай, ну, понравилось. На мой взгляд, неплохой сериал. «Бандийский Петербург», «Бригада», «Бумер» — это такие культовые вещи. Но, как бы, это не отменяет тот факт, что в сериале показаны вещи, которые действительно происходили, скажем, 25 лет назад в Питере. А, в области. Не в области, а в регионах до сих пор происходят. И это нифига не радует. Запись будет, конечно. «Барро-24», кстати, играет через лимпы. И это, на самом деле, интересно. Он ни разу не лимп рейзил. Но, вообще, когда люди играют именно рейндж через лимп, очень важно на автопилоте против них не играть, там, типа, рейс и сразу бэт-бэт-бэт, там. Думая о том, что они слабые. Они, если играют рейндж, то... То-то-то-то. Они найдут руки, с которыми его заколить. Ух, хитрец. Видите, что творит? Чертяка. Скажи, имея небольшую дистанцию, с незначительными знаниями, имеет ли смысл сегодня начинать играть на девчонку на год-полтора себе заработать сумму от десяти тысяч на оплату для обучения. Вопрос крайне сложный. Если ты готов... Что ты готов положить на алтарь победы? Если это значимое что-то, если это много времени, если у тебя база есть какая-то, есть усидчивость, то дерзай. Если... Как бы... Халявы нет сейчас точно. Особенно, если ты будешь... Халявы нет. Короче. Если рассчитываешь на халяву, то не пробьешься. Побрейся, а то лет на сорок выбьешь. Окей, босс. Как скажешь. Что думаешь про 50 СНГ? Любые игры, в которых перевес небольшой, то есть, по сути, там, spin and goal, простые игры, и там, пиханина 5 ББ. Все игры, которые простые, в которых высокий рейк, они... Их крайне тяжело побить. То есть, вам кажется на короткой дистанции, что вы там, о-о-о... выучили две кнопки и стрижете бабки. На самом деле нет. То есть, вас там... дистанция нагонит и объяснит вам, что винрейт тут копеечный, и вы допустите одну ошибку, и более проворные оппоненты заберут у вас эти деньги. Игры с... Простые игры требуют большей дисциплины. Значительно большей дисциплины. Ты кроме Дабдфэкс, что слушаешь? Ну, конечно, слушаю, просто... Уже сто раз объяснял, что Дабдфэкс не банится ютубом, поэтому... Какой РБ можно иметь в лотусе? Рейкбэка тут нету, насколько я знаю. Есть какие-то вип-предложения, есть какие-то там бонусы от... аффилиейтов. Но они не денежные. Денежные аффилейты... Денежные вознаграждения нельзя давать. В новом имидже... Это не новый имидж. Я уже хожу с бордой почти три года. Так что... Просто вебка. Вебка новая. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Количество людей, кстати, растет. Думаю, что стрим надо делать там... Подлиннее пятичасовой, шестичасовой. Народ только подтягивается. Запас... Запасся пледами. И подтягивается. А мы уже заканчиваем. Четырнадцать поставлю. У него останется шестьдесят два. Ну и будет где-то такой кор. Надеемся, что заколит по каким-то там девять-восемь. Туз куза. Тузы лучшины тоже есть определенные. Да, давайте заканчиваем. Пятьдесят семь. Двенадцать пятьдесят... Двадцать два пятьдесят семь. Сейчас будет... Небольшая пауза. Я думаю, что... До вас докатятся остатки картинки. А, соответственно... Я отключу задержку. И буду отвечать на вопросы. Может быть, в китайский поиграем, посмотрим. Слабовата рука, что колит три бета. Ну ладно. Так как последняя, одна из последних рук за колю. Ну это минусовой колл. Don't do it at home. Как говорится. И тут еще кола очень часто прилетит. Поэтому нет смысла ставить, на мой взгляд. Только если вы решили... Там... Поливать много баррелей. Я скорее не готов. Просто пытаемся доехать нашими шестью аутами. И переехать его туза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На самом деле, частота бетов... Вот здесь у парня процентов 25 обычно. И... Это делает мою руку скорее фолд, чем кролд. В другой стороне, блин, чем черт не шусь. Может все-таки я решил блефануть и выбить меня с туз хай. И вылебетит тройку. Скорее всего, можно было фолдить на ривель. То есть, если у вас тут статистика есть, в среднем тут у людей процентов 25-30. Частота бетов. То есть... Очень тайтл. Здесь я никогда не выиграю. Может быть, они сфолдят. Оп, один снэп фолд. Этот парень... Эх ты. Патуз хай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Это скорее плохой. Плохой холд. Так. Теперь всегда с вебкой будешь стремить. Думаю, что да. Что думаешь о Роме Хеллфайере? Ты даже не знаю, что о нем думать. Молодец, что ведет дневник. Как бы бьется. Прогрессирует. Может быть, не так быстро, как бы хотелось. Но что делать? Ну, я стрим запускаю и так на полчаса раньше, чтобы люди подтянулись. Но, в принципе, за час, мне кажется, слишком много. Есть еще оценщики на хай? Нет, нет их. Валс, я не знаю, хватит ли тебе 6-8 часов. Скорее всего, для того, чтобы сейчас спрогрессировать нормально, нужно есть спать и играть в покер. Поэтому, совместясь с работой, там, как будто у тебя будет голова другим занята, постоянно. Наверное, я бы не советовал. Просто старайся уделять как можно больше времени, но не делать на это какую-то ставку. Как считаешь, что легче в освоении игра в кэш или СНГ и турниры? Конечно, СНГ и турниры. Короче, стек. Меньше вариантов. Больше кушфолда, который можно выучить. Спасибо, стрим. Думаю, теперь за последние 2 года точно дойду до ML400. Откуда знаешь, что частота бетов на ривели 25% где это посчитать? Ну, копиев статистику на людей, база анализируй. И будет тебе все хорошо. Так. Я выиграл четверо на 300 долларов. У меня висит. У меня висит. Покертрейк. Покертрейкер с локтусом почему-то не дружит. У меня есть холдер менеджер 2. До самых щепетильных. Сейчас. Загрузим и посмотрим точный результат. Борода для того, чтобы микролимитчики на улице не узнавали. Борода на самом деле является отличительным признаком, поэтому если вы носите бороду, то вас чаще будут узнавать скорее, чем нет. Просто у вас есть возможность сменить тени шерезка. Почему решил стримить и часто ли планируешь что делать? Стримлю, потому что мне это нравится. По этой же причине я записываю видео. Если кто еще не записался, то зайти, поставить лайк. Обязательно на канале найти меня. На ютубе. Так, так, так. Венд импорт. Еще бы вспомнить, где они лежат. Теперь эти логи. Цены бы не было. Я тоже. О, хорошо Нашел Нашел Нару трекер запись будет, да, будет Только когда Ну, через пару дней, наверное Записи на ютубе тоже будет уже сегодня ночью, наверное Турнирные какие топовые игроки из-за облачных лимитов Также много сидят в флобзиле и разбирают игру как реге Я не знаю Я не топовый игрок и не игрок за облачных лимитов Таланта не существует Давай стримы ближе к 2 ночи Не, я уже сплю Засыпать по стриму можно в записи, посмотрев Чек, чек, бет О, так я хорош Я, походу, вообще хорош Почему-то так Так Ну-ка, рифлэш Ну-ка, рифлэш На поло слегка слил Ну, короче Счет становится 4-1 Или Седьмой стрим Один раз я слил 6-1 Я просто разгромил лоту спокер Можно сказать Только один раз они сомневляют Нять у меня деньги А Вот как-то так Соответственно Спасибо всем, кто смотрел Еще раз Те, кто не подписан на канал Зайдите Лайк 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 Обязательно поставьте Плюс андите канал Подпишитесь, чтобы не пропускать Следующий стрим Следующий и последний Я думаю, со слову спокера Он будет Может быть на этой неделе даже А может быть на следующей Не знаю Время свободное сейчас какое-то появляется Поэтому По вечерам, возможно Буду чуть чаще стримить Спасибо, что смотрели Продолжайте играть в покер Оставайтесь с хорошими людьми Всем, кто смотрит записи Пока А со всеми тем, кто смотрит сейчас онлайн Увидимся через буквально пару минут Все Пока